Бутаковка, высокогорный комплекс Мидео, Шамбулак – излюбленные места отдыха алматинцев и гостей города. Каждые выходные живописные предгория посещают более 4000 туристов. Эта цифра по сравнению с прошлым годом выше почти в два раза. Однако прогулками многие не ограничиваются, устраивая в горах весёлые пикники. После себя отдыхающие оставляют горы мусора. Посетители не соблюдают чистоту. Оставляют мусор, бутылки, обёрки там, где сидят. Хотя контейнеры для отходов находятся совсем рядом. Мусор – это одна проблема. Искры непогашенного костра или окурок могут стать причиной страшного пожара, особенно в нынешнюю жаркую погоду. Кроме туристов, пожарную безопасность и чистоту в горах не соблюдают и те, кто следит за порядком. Рабочие одной из подрядных организаций занимаются уборкой упавших деревьев после урагана в 2011 году. Они живут в юртах, готовят еду на кострах и разбрасывают мусор вокруг кордона. Они же угрожают природе, как бы, в ознакомении пожара. Несколько раз их предупреждали, штрафовали, никакого реакции нет. Ну, ничего делается. Тоже будем штрафовать. Между тем, каждый день с территории высокогорного комплекса «Медео» вывозят 8 кубометров мусора. Это два полных грузовика. А общая сумма штрафов за нарушение экологической обстановки в городе, в том числе и в горной местности, с начала года составила 17 миллионов тенге. В целях сохранения безопасности в предгорьях Илья-Латавского парка создан пеший патруль, который предупреждает и напоминает туристам, чтобы убирали за собой мусор и не разжигали костры. Жители города Алматы и гости южной столицы должны строго соблюдать правила посещения особого охранения в территории. Строго запрещается разжигать костры, выбрасывать мусор. За собой должны собирать мусор все пакеты с мусором. А в противном случае лишают за собой административные штрафы. Пожароопасный период сохранится до сентября, поэтому городские экологи просят не нарушать правила безопасности в горной местности и помнить о сохранении уникальной природы Зайлийского Алатау.